Салам алейкум мархаба Ва алейкум ассалам Букартов хабарим Значит на самом деле Шалом друзья Сказала не еврейка, а не шафран Шафран уже запутался И шафран на самом деле вовсе даже и блондинка, но тем не менее Начали толстки Еврейки не бывают блондинками, что у нас не продают краски? Не обязательно совершенно краска Как известно блондинистость И голубые глаза Да, это в ограниченных местностях В горах Иногда в разных Пустынных оазисах Там где небольшие популяции А в Норвегии говорят брюнетки на расхват? Брюнетки А туда приезжают плохо выбритые Пакистанские гастарбойки Брюнеты Да, они не брюнетки Поэтому как-то так, не то это И плохо это кончается Для тамошних блондинок И брюнеток, и всех кого угодно Потому что это очень не политкорректно Но в Скандинавии На самом деле Вот после Бревика Когда начали смотреть Откуда же такое ужасное После массового расстрела Отнюдь не мусульман, надо сказать Левых он там местных расстреливал В основном норвежского происхождения Там были в этом лагере И причем в основном отнюдь не дети Но там были и наши ребята Там были и наши ребята Но слава богу Все, кстати, героические провели Слава богу, уцелел там мальчик Который давал интервью И вообще Так вот, попытались понять Откуда это И выяснилось, что это политкорректные края Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия Окончательно рехнулись на завозе В рамках свободы гастарбайтеров И вот ущемленных беженцев Из стран африканских Ближневосточных При этом, когда у вас Я часто об этом говорю Город Мальмё классический, шведский На треть становится Пакистанско-сомалийско-суданским И когда у вас на 80 Где-то на 90% Такое преступление, как изнасилование Становится этническим Потому что у вас идут фетвы о том Что девушка в менюбке Она допустима Это никакой не харам А я прошу прощения Как будет это стерилизация и саамов при этом? Если мы говорим о политкорректах Со стерилизацией саамов Это вот их стандартная политкорректа Нормальный фашизм Которая в 1965 году только закончилась В 1900 А кроме того, детей от браков немецких Солдат и норвежек Сажали в сумасшедшие дома И выпускали их тоже В начале 70-х, 60-х Так вот, нормальные совершенно детей Это к вопросу о гуманизме Гуманизм там хороший Я был в Норвегии Более депрессивные страны Все сложно представить По погоде, по всему Я тебе скажу И в Швеции С уровнем суммубийств Тоже все хорошо Конечно, в Норвегии Первое место занимало Социализм социализмом Но помимо Турхи и Эрдала Там и короля шведского И Нобелевской премии Там много такого Чего вот Как-то не очень На эту тему мы постоянно Ругаемся с местными Симпатичными дипломатами Там милейшая девушка В шведском посольстве Которая гордо сказала Что вот Неужели она В Швеции Ее не пример нам И я подробно ей рассказал В чем она не пример Со времен там Короля Карла И его шведских гвардейцев Она схватилась за голову И с тех пор вздрагивает Когда мы видим все везде И говорит, что О, русские ксенофобы Это очень забавно На самом деле Люди завезли себе Много чего Даже когда Англия Франция Бельгия Германия Сказали Все, политкорректность К дьяволу Мультикортерлорализм Умер Хватит Эти люди не становятся Европейцами И чего мы хорошего Им не делаем Они ничего Спасибо-то не говорят Наоборот Они нас добивают В нашем А финны Сказали Нет А мы будем Завозить к себе Мы будем Причем в Финляндию Идет в основном Эмиграция из Сомали Следующее поколение Финнов Угольно-черной Бояники Сомалийцы Пираты Потрясающе А мне интересно Почему не открывают Там въезд Для жителей Восточной Европы Скажем А вот Это обязательно Восточные Они не из Сомали Это же очевидно Нет Во-первых Они не настолько Бедные люди Бедственность Их не та Их не так жалко Они не едят друг друга У них нет там Пиратства Подожди Они же пускают Для того чтобы Помочь Или для того чтобы Решить проблемы Нехватки Они не для того чтобы Решить какие-то проблемы Во-первых Человеческий ресурс Какой Если тебе нужен Тупо голосующий За твою партию Например за левую Которая открыла Ворота Да Ресурс Человеческий То тебе нужен Ровно этот Африканский Пакистанский Восточные европейцы Так не голосуют Известен Вопль Левых в Израиле От засилий Проклятых русских Да Которые голосуют Черт его знает Вот их запустили Они Мало же Они не хотят Там эти три поколения Положенные И сидеть там И не пятюкать А они прям В первом поколении И пятюкают Ну В бизнес рвутся В новое поколение Там Электроник Хай-тек В парламенте Настя Михаили Неполиткорректная Ленинградская девочка Она вообще просто русская Русская-русская Она вышла замуж Георг Все замечательно Но она русская В бесе страшно То есть она использовала Древнюю еврейскую мудрость Не русскошь О средствах передвижения Нет Она просто действительно Честно вышла замуж Она там вполне себе Была какая-то Явчайшая А теперь честно развелась? Нет Она продолжает Рожать детей Своему мужу Воспитывать своих От предыдущего брака И еще его От предыдущего брака У них там по-моему Семеры детей Но блондинка Сидит в Кнессете Депутат парламента Ее там ахайл Какой-то местный Арабский депутат парламента Она им штакан воды На голову вылила Все дико возмущались Но в глубине души Были очень довольны Потому что А чего ее Матюгами местными ругают То есть русские Вот так не сидят И поляки не будут И чехи не будут Образование Европейцы они И задвинуть их ногами Под стол нельзя А сомалийцы можно Чуть-чуть Пока он на улицу Не вышел А давай спросим 5533 вести Кого завезем? Вот в России Как считаете Кого надо завести? Может действительно Может Сомалийцев пора? 5533 вести Вот кого бы вы завезли В России? А мы их пиратами Будем разводить? У нас свой пиратский Каперский флот Сомалийский Во флот отправим служить? Ну ты Кстати Вот мы шутим тут Кто шутит? Мы тут шутим А потому что Я представляю Чтобы наш фильм Сочинным Легко говорил На сомалийской Их наречью А на самом деле Весь их флот Учился в Советском Союзе И все пиратские капитаны По русску-то Хорошо Мову знают И размовляют Ею На самом деле Мы учили их У нас в Баку Было очень много Сомалицев У вас в Баку В 70-е годы Я чувствую Да весь флот Это советский Он обучен Поэтому сомалийские пираты Это не значит Что когда они вас будут Грабить Там убивать И вы пошутите тонко Про институт Лумумбы Там по 300 Вас в живых оставят Нет Они посмеются Потом застрелят Или сразу застрелят В рамках С обидой Вспоминая все что было Да Танцплощадки Да Разное было Евгений Янович Что за интересная позиция Австралии По вопросу миграции Вот хотелось бы Здесь прояснить Потомки Чего вам Австралия далась Потому что У них оригинальный взгляд Дело в том Что Аня любит Кенгуру Я предпочитаю Коносов Нет Дело в том Что Аня наконец Прочитал Одного умного политика Ну не Аня наконец А Доносов Я дал ей книжку мою почитать Да Который Сказал правильные вещи Шутка Который сказал Не нравится Пошли в жоп Ну он не так Он не так сказал Он сказал Ребята Извините Это наша страна Это все таки Нет Это было Грубое Неполиткорректная фраза Действительно Австралийцы Такие вот они Многие потомки Каторшников Подожди А почему она была Грубая Неполиткорректная Аня Процитирую точную фразу Нет Потому что Аня далеко Правильная Политкорректная фраза Это извиняться за то Что я вообще На свет родился А вот мы сейчас Давай эту фразу Прочитаем И спросим Например Наши граждане Поддерживают Такую фразу Или нет Я надеюсь Что да Потому что Мы конечно Не австралийцы Но у нас Каждый доктор Кандидат наук И даже профессор В детстве На Дриколье У танцплощадки Дрался А на худой конец В конце концов В массовых драх У нас есть общий знакомый Из списка Форбс Который в детстве Был симпатичным Пухлым Еврейским мальчиком На западной Украине В городе Львов И он задумчиво вспоминал Почему он был там В общем мальчиком Не самым мускулистым Не самым шпанистым Он на пианино Замечательно играет Чего не пишут В списке форсов Много чего В мозгах своих имеет То есть его мама с папой Как всегда образовывали А крупные мощные драки Там которые у них были Он вспоминал Я был точно не лучший У нас Но когда там Наши кутузовские С филями Или с арбатом Дрались Так там все шли Этого на западе Нету давно Там в чужой двор Сошел Тут же охрен Еще с девочкой Не успел познакомиться Хочу вам прочитать Фразы Которые сильно Разозлили Австралийских мусульман Эта фраза Кевин Рад Да Иммигранты Они австралийцы Должны адаптироваться Примите Или не принимайте Я уже устал От этой нации Волнусь Что мы обижаем Отдельных людей Или их культуру После террористической Атак на Вали Мы испытывали Перенапряжение Патриотизма Большинства австралийцев Нация развивалась В течение двух столетий Борьбы И испытаний И побед Миллионов мужчин и женщин Искавших свободу И да В основном Мы говорим по-английски Не по-испански Не по-ливански Не по-арабски Не по-китайски Не по-японски Не по-русски Или на каком-то еще языке Большинство австралийцев Верит в Бога Это не какой-то Политический импульс Права христианского крыла А факт Потому что христиане Мужчины и женщины Основали нашу нацию Это четко Задокументировано Соответственно Это нормально Другую часть света Вашим новым домом Поскольку Бог Часть нашей культуры И мы будем принимать Ваши верования И не будем спрашивать Почему Единственное О чем мы вас просим Чтобы вы воспринимали Наши И жили в гармонии И мирно наслаждались Этим с нами Это наша страна Наша земля И наш образ жизни И мы предоставляем вам Возможность Пользоваться всем этим Но если вы в начале Но если вы начали Жаловаться Плакать То И вам причиняют колики Наш флаг Наши обеты Наши христианские верования И наш образ жизни Я в высшей степени Поддерживаю Вашу возможность Воспользоваться преимуществом Еще одной великой Австралийской свободы Правом уехать Если вы здесь несчастны Тогда уезжайте Мы не заставляли вас Приезжать сюда Вы попросили Быть тут Следовательно Принимайте страну Которая приняла вас Здесь есть просто Вы согласны с таким посылом 5533100 Ну Володя Здесь есть простой перевод На русский язык Который в свое время Совсем простой Те не нравится Что в школе В меню Есть свиная отбивна Не ешь ее Можно Не выкидывать из меню То что тебе не нравится Ну тем дадут возможность Еще то есть не нравится Есть творожок Те не нравится Что есть кресты на церкви Я говорю Как человек Сильный Не христианский Ну не молись В церкви Ну пожалуйста Не плюй в ее сторону А если ты этот крест срубаешь Или пишешь пухабное слово На этой церкви То тебе должны роги обломать И будешь ты ходить Как скотина без рога В данном случае Не важно Сделает это Православная милиция Неправославная милиция Просто любой милиционер Или просто прохожий То же самое кстати Относится к мечетям Синагогам И всему остальному 5-5-3-3-3-3-4 Согласны с таким подходом Не нравится нашей культурой Не нравится нашу жизнь Но есть традиции Валите Нет Есть традиции страны В этих традициях Мы знаем например Что хорошо это Или плохо Это сказал не я Но Алицкий премьер-миницизм Нет Ну да Но вот мы же знаем Что есть Я бы уже вообще сказал На крестах Существует крест И внизу такой полумесяц Правда Угу Войны были Столетиями И в результате этих войн Утвердилась некоторая форма Жестокие были войны, надо сказать Много кого там в рабство продавали И в Крым, и в другие места В конце концов, слово slave Ровно от славянина и происходит по всей Европе Потому что через крымских татар На турецких торговых рынках И потом дальше гулял по всей Европе Рабов продавали из этих краев Тут было основное место В Америку везли, там Африка была Полем охоты на чернокожих Но в Средневековье Европа завозила Рабов тюркских, славянских Так вот, в результате этого Оно утвердилось Значит ли это, что необходимо Срубить все кресты со всех православных церквей Потому что там Изменить их новой формой Я думаю, не значит Значит ли это, что мы сегодня должны отвоевывать Айя Софию, там Утуру Превращая ее в православный собор Из музея, который она является Да как бы, в общем, хотелось бы, чтобы нет Есть некое состояние Когда мы перестали друг друга резать В войнах, в погромах Начали женить детей Как-то воевать вместе Если вы в одной стране, на одной стране Если вы на другой стране Ну, мало ли, были власовцы Был, в конце концов, там, мусульманские батальоны Босницы, небосницы Какие угодно Муфтии русалимские у Гитлера Парад принимал Хаджамин аль-Хусейн Исламских боевых частей Были муфтии в Афин-СС И потом они ушли в Мюнхенскую мечеть То это, ну, для меня Это враг Не потому, что там был Холокост Мы про него не знали Пока советская власть не кончилась Нам не рассказывали Потому что мой дедушка там воевал На этой стороне Вот оно нравится, не нравится Ну, и я, значит, на этой стороне Что тут теперь поделать Когда герб у Москвы Георгий Победоносец Его надо обязательно там убрать Потому что у нас в Москве Народ требует Вот мы же не только христиане Моразм Мне нравится уедеть с Москвы В другое место Где герб будет не Георгий Победоносец Множество замечательных Мы с глубочайшим уважением Относимся ко всем религиям Но это не повод плевать нашей Есть традиции Есть даже не религии Есть вообще сложившиеся традиции Потому что я в этот раз совсем не христианин Ну, я просто спокойный атеист еврейского происхождения Ну, я не спокойный иудей еврейского происхождения Что более чем Тем не менее, мы как-то общались С предыдущим предстоятелем Русско-православной церкви Алексием Ридигером Покойным, замечательным был человеком И с действующим Когда он еще и не был, собственно, патриархом И как-то вот все хорошо и спокойно шло На самом деле, есть некоторая идея того Что все идет к истокам Исконным и посконным В данном случае радикального ислама Поскольку, ну, понятно, что евреи уже разобрались С бурлениями в религии И как-то много-много разных ответвлений Да и церквей тоже много А революция в исламе Вот великое обновление Там, протестантизм в форме ваххабизма Он только-только начинается Это никакое не возвращение к корням Корни в этой религии, которые там Тысяча-триста лет Другие, сложные Упрощение и впадение в варварство Вот и с ним мы встречаемся Ну что же, 5533-Вести Согласна со словами не только Евгения Яновича Сатановского Но и австралийского премьера Который сказал Не нравятся вам наши обычаи? Воспользуйтесь своим правом Уезжайте Не нравится страна? Вали из нее На самом деле Австралийские премьеры, министры и все остальные Кто это говорит Все-таки представляют народ Неполиткорректный В основном потомки каторжников А смотри, Мурат пишет Я дагестанец Живу в Москве уже 8 лет Все нравится Вдруг если что-то перестанет нравиться Есть выбор, поеду домой Согласен с мудростью Что в чужой монастырь Со своими словами нельзя Мурат, добро пожаловать Очень приятно, что вы здесь Более того, сильно взаимно По одной простой причине Даже когда вы переезжаете В соседнюю местность И там другой обычай То вообще-то говоря Демонстративно Хамить аборигеном Есть вредное Чрезвычайное для здоровья Совершенно не важно Если в вашем Замечательной местности Вот принято держать шинок А вы переедете в местность Где все сплошь мусульмане То открывать Оное заведение Как-то бессмысленно Либо вы Совращаете молодежь После чего Аксакалы Скрутят вам голову И вообще-то говоря Правильно сделают И в свое время Есть такие вещи Которые делать просто Не надо Не надо обижать Соседей Вот нигде Инфамито это Как говорили в свое время Люди Говорящие по-итальянски Кто хочет Может посмотреть Крестного отца В очередной раз Вот есть какие-то вещи Которых делать нельзя Идея о том Что вы должны Обязательно Поскольку Мы приехали И у нас Надо Уважать Изменить Обычай Которые здесь Испокон веку Очень интересны Потому что Что происходит Например В королевстве Саудовской Аравии Которые За последние Наверное Полвека В основном Тебя Почему-то С какого-то Непонятного Будуна Позиционировала Как Лидера Исламского мира Хотя Когда-то Еще совсем Недавно Еще в начале 20 века Когда нефть Там не нашли То была Это Бедная Окраина Улемы Которые Не пользовались Ни малейшим Авторитетом Было очень смешно Когда там В Казани Или в Бухаре Были известные Мечети Выслушать Какого-нибудь Мнения Религиозного Авторитета Из Неджда Там Из Рияда Каковых Не было Потому что Вот была Золотая Орда Была Ситуация В Бухарском Эмирате Было Хевинское Ханство Что угодно было Там были какие-то Бедные Маленькие Дикие Сшенедорожшие Даже до феодализма Племена И тоже там Кого-то Чему-то Учить Это было Довольно Смешно Напомню Что шерифы Мекки И Медины Это хашемиты Они Саудиды И сидят Они в Ордане Ровно потому Что саудиды Вырезали Старые Аристократические Рода Начиная с Рашедидов У себя В Неджде То есть Не были они Никто И звать их Было Ну вот Совсем Никак И более того Когда Ибн Вахаб Своё учение Придумал В 18 веке Его собственная Семья Его брат Его отец Отказались Поддержать Эту ересь Потому что Никакая Это была Не старая Религия А это была Нововведённая Ересь Как раз Она и была Джихили Ещё 200 лет назад И 100 лет назад Ну политический альянс Так уж договорились И вот В данном случае Когда вам говорят Что все церкви На территории Там Аравии Должны быть разрушены И говорят Это один из ведущих Авторитетов Современных В Саудовской Аравии Хотя церкви Там были Вообще-то На этой территории За несколько столетий До того Как были мечети А до этого Были вообще-то Горяющие синагоги Там было много Еврейских племён Остатки Есть в Амане В Султанате Амана Остатки есть в Нежде Те же Курейшиты В конце концов Заключал Мохаммед Союза с евреями И с христианами Воевал с ними Была такая Земля Обильная история То есть Мы сейчас Сталкиваемся С примитивизацией Незаведением Ислама С колоссальной Историей Традицией Архитектурой Великой Литературой До примитивного Варварского Состояния Людьми Которые И есть Примитивные Варвары Не случайно Что делают Салафиты Их боевые Группировки В Мали В секторе Газа В Ливии На Синай Первое Что они делают Они уничтожают Всё исламское Что там Было построено Накопилось Жгут библиотеки Уничтожают Там средневековые Мавзолеи Мечети 12 века По списку ЮНЕСКО Как мы уже говорили Уничтожают Могилы Суфиев Уничтожают Библиотеки Суфийские Ливия И тот же Шейх Аззубей На самом деле Вот у вас была История Развития Ислама У вас была Ваша Исламская Цивилизация Совершенно Не важно Она палестинская Или она ливийская Или она египетская И у вас Оно развивалось Там Мирно стояли Статуи Будды В Бумиане Никого не трогали Разные там были Включая Тимура Люди У которых Ну хватило бы Ресурса Снести это всё Тимура Много чего хватало Никто не трогал Пришли талибы Взорвали Это новое Это вовсе не старое Не возвращение К истокам Ещё раз повторю Это нормальная Новая ересь Там жила-была Германия Пришёл фюрер И покатилось Вот здесь Примерно то же самое Но людям хочется Власти Хочется активности Очень хочется Активности На мировом уровне При этом Очень забавно Как наши Американские коллеги Вот сейчас реагируют Солдатства Сейчас сделали Очень много Для того Чтобы после того Как убили в Ливии Посла Во-первых Задавить любые попытки Проявления Антиамериканских Демонстраций На своей территории Они были очень Жёстко задавлены Куда активнее Антимериканизм Сейчас в Пакистане Где проросла Вторая веточка Этого тандема С нашей войны С нашей войны В Афганистане Когда саудовцы И пакистанцы Уже заключили Такой серьезный Военно-политический блок И во-вторых Чтобы продемонстрировать Насколько они За толерантность За мир За взаимодействие Религий Ну как-то вот Когда одна рука Делает Харам А вторая Халяль То почему-то Как-то вот Верится Слабо в то Что эта толерантность Продвинется Куда-то Вы не можете Построить церковь На территории Саудовской Аравии И целого ряда Других Государств В том числе Государств Позиционирующих себя Как демократические Ежели ислам Госрелигия То она Госрелигия Там Очень тяжело С Не только иудаизм О чём Евреях вообще молчат Но и с христианством Любым Восточным Западом Традиционным Нетрадиционным И с исламом Не вашей Деноминацией Тяжело быть Шиитом Саудовской Аравии Куда тяжелее Конечно быть Каким-нибудь Уж совсем Исмаэлитом Джафаритом Но и просто Шиитом Двунадесятником Классического типа Быть тяжело Как впрочем И с суннитом Быть не сладко В Иране В этом плане Вы пойдите Получите разрешение На строительство Суннитской мечети Нежели вы живете Где-нибудь В Суннитской провинции Где-нибудь В Белуджистане И Систане Или Если вы курт Или Туркмен А их очень много В Ироне В этом плане Призывы К толерантности Вещь замечательная Только можно Начать с себя Толерантность Толерантность Означает Что вы должны Ко мне Относиться Как к себе И даже Немножко лучше При этом Я к вам Обычно Извините Я перевожу На простой Русский язык Буду относиться Дуже так же Погано Как и до сих пор А вот Ну как Это Кому Вот ежели Тем Кто это вводит То это нужно А как А как иначе Сомалиец Станет привилегированным Меньшинством В Финляндии Вот ровно Я не понимаю Почему Например Мигрант Приезжающий сюда Должен воспользоваться Всем тем Что наработали Предки Мои Служившие Там России Жившие в России Чего и выявшие Могилы За нее Вывавшие в России Отдавшие свою жизнь Я не понимаю Почему Я готов И дать этому Замечательному человеку Если он замечательный человек Пробо быть моим соседом Другом Членом семьи То пусть он будет Таким же Как мы все 5-5-3-3-2-3 Далее Евгений Янович говорит Что его бойцы Посчитали реальную ситуацию Которую сейчас Ну сравнение падения ВВП Египта Что было при Мубарге Что сейчас На самом деле Это же имеет и к нам Некоторые отношения И дореволюционная Россия И там Сегодняшняя Россия Главное Громодянскую владу Свергнуты А там Буде гарно Ну и Буде гарно Египет При Мубарке Который безусловно Переживал Тяжелейшие Катастрофы Демографическую Экологическую Какие угодно Но Человек Принял страну С разгулом Терроризма С Ста Миллиардами Долларов ВВП По паритету Покупательной Способности Человека Которого Вот сейчас Засудили Старика Там В клетке Держа За то Что он всех Ограбил И развалил Страну За Вот просто Период его жизни И правления Эта самая страна Стала производить 450 миллиардов Долларов ВВП По паритету Покупательной Способности Подъем в 4,5 раза Для такой страны Как Египет У которой 2% долина 2% дельта А все остальное Пустыня Где жить нельзя Ребятушки Это такой Мировой рекорд По уровню Распределения Национального Богатства Ну да Там были Богатые Были Супербогатые А у нас Тоже Там Вот есть Спасшный Списк Форбс Растет С бешеной Скоростью 23 место В мире Они по Там Равномерности Держались Впереди Нас Американцев Китайцев То есть На самом деле Уровень Социальной Справедливости Был Куда Выше Чем Об этом Представляло Себе Население Население Получило Сухие Статистические Сводки Населению Совершенно Плевать На сухие Статистические Сводки Это точно Как впрочем И в Ираке И в Ливии И где угодно Даже в Сирии Просто в Сирии Население Сейчас Почему Завязли В этой Гражданской Войне Никак Не свергается Проклятый Ассад А потому Что Население В общем Примерно Особенно Последние Полтора Года В этом Плане Вы В некоторый Исторический Момент Сильно Возбужденные Газеты Как организатором МАС При Ленине Или Твиттером Фейсбуком И чем угодно Другим Аль-Араби Аль-Джазир Вам говорят Враг Этот Вами Правит Все Плохо Тиран Деспот Диктатор Коррупция Воровство Все Правильно За исключением Акцентов Что называется Взятки Берут Воруют Я вообще не знаю Где страны Где бы чиновник Не воровал Взятки Бы не брали Есть более Или менее Там Почестнее Финляндия Норвегия Ну надо Начинать С племенных Обществ Где все Так Ровно Подрастает И тогда Когда вы Станете Цивилизованной Страной То у вас Более Менее Так и останется Финляндия Норвегия Да нет А уже Где-нибудь В Италии Вот С утра Замечательный Мультфильм Про капитана Стерито Это вот Тот самый случай Видел я этих людей В Палермо И сказать Ширианту Биванте Да 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 Ограблянта У момента Даже и сами Попали в это Замечательный Ограблянта В том же Палермо Не надо было туда ехать А тем не менее Ну ладно Просто сорвали С шеей У жены Там Ожерели Прыгнули на мотоцикл Как в кино Просто И умчались Там В щель Между собой А была у тебя жена Она австрийская Ты в мушке Пятеров послал Метким бросковым фотоаппаратом Попал бы в затылок Убил бы насмерть Да И затоптал бы потом Как мамонт Если бы догнал И сидел бы потом В итальянской тюрьме Много лет Не исключено Но в тюрьме Италии Я бы сидел с удовольствием На самом деле Обсуждал бы по интернету С тобой вот выступал бы В Палермо Каждый при этом Стоит Возвращается Такой сатановский Через многие годы Весь распальцованный По-итальянски Весь разукрашенный Как контурные карты мира Такой Играющий на мандолине Да Играющий на мандолине В такой веселой Береточке С помпончиком И поющие веселые Салисуальянские Песни В полиромском диалекте, объясняющий все про Коза Ностра. И когда мы говорим о нашем деле, то на самом деле любое правительство свергнуть не вопрос, когда есть война или еще какая глупость, население чем-нибудь раздражено, а потом из этого надо... Или почему-то не нравится Хиллари Клинтон. Я не знаю, почему должна нравиться Хиллари Клинтон, а своему мужу не нравится. Если не нравится Хиллари Клинтон, мне ощущение, что она мстит всему миру за Монику Левинске. Дело в том, что Моника Левинске сейчас отомстит всему миру за Хиллари Клинтона, потому что она пишет очередную книжку мемуаров. Слушай, как можно из трех минут неудачного движения написать книгу мемуаров, вот уже вторую? Вот поэтому ты не занимаешься ни тем, ни другим. Ее просто на работу не берут, и в этой связи девушка должна чем-то зарабатывать на жизнь, там можно заработать мемуарами. Она свои письма Клинтона опубликует, как неотправленные, а их море, сколько же она могла написать неотправленных писем за эти годы, так и отправленные, даже полученные адресатом и там с ответом. Олег Исканин прислал очень смешно. Владимир, вы зарабатываете деньги в Москве, тратите их в Италии, мне Мерседес поддержите немецкий автопром, так же и приезжие. Олег, нифига подобно. Вот я зарабатываю деньги в Москве, где я и плачу бешеные налоги. Деньги, которые я трачу в Италии, малые толика от денег, которые я трачу в Москве. А Мерседес я покупаю не в Германии, а в России, у российской компании. Которая, кстати, тоже платит налоги. Бешеные налоги и бешеные таможенные пошли. Поэтому Олег из Казани, идите и учитесь. А на самом деле, это старая идея, исходящая из того, что, гежели живешь в этой стране, то ты должен покупать только продукцию тутошнего производителя. Семен Слепаков именно на эту тему написал забавную песню «Купи говно». Извините, пожалуйста, из песни слов не выкинешь, потому что... Хотя из некоторых следовало бы, при том все слова. Я сейчас не про Семена Слепакова, я скорее про творчество группы «Руки вверх». Вот из этих песен я бы выкидывал все слова. Хоть руки вверх, хоть руки вниз, есть много разных слов из разных песен, тем не менее. На самом деле, если вы заставляете человека честно заработанные деньги тратить там, где вам хочется, на то, что вам считается правильным, он должен просто перестать зарабатывать эти деньги, послать вас подальше и уехать в ту страну, где ему не мешают тратить их, как он хочет. Хоть он слесарь, хоть он радиоведущий. И много раз проходили, в революцию в частности. Потом набираем их целый проход. У меня в гостях был человек, энциклопедист, философ, предприниматель, общественный деятель, автор мирового бестселлера «Если бы я был русский царь», да? «Если бы я был русский царь», бестселлер мировой. И вообще, милый, приятный мужчина. И Евгений Янович Сатановский. А вечером в страшном поединке сойдутся любимые люди Евгения Яновича Сатановского. Будут говорить о вот этом, понимаете ли, оскорблении религиозных чувств верующих. С одной стороны, будет просто самый любимый человек Евгений Янович Сатановский, это Максим Шевченко. А с другой стороны, будет Николай Сванидзе.